Взятую в кредит бюджетную малолитражку, учитель русского языка и литературы Елена Ахметова теперь паркует на стоянке. После субботнего митинга преподавательницы прокололи шилом все четыре колеса. Утром в воскресенье она вышла на вторую акцию протеста, обнаружила, что ее машину повредили, однако это ее не остановило. На площадь добиралась своим ходом. «Именно на этом митинге я наконец-таки прочувствовала всю беду, которая произошла в Жан-Озене. Вы знаете, я вот тогда поняла, насколько страшное событие произошло в нашей стране. То есть получается в тот момент, когда мы так же стояли на митинге, нас так же могли просто убить. Понимаете, вот только тогда я поняла, насколько это было вообще совершено, преступление против народа». В субботу, 15 февраля, к памятнику Абая Елена Ахметова пришла одной из первых. Без громких лозунгов и призывов молодая преподавательница рассказала, как выживают в Казахстане обнищавшие педагоги, как униженный растоптан статус учителя в стране. «Вместо того, чтобы сейчас сидеть уроком, готовиться, я должна стоять здесь на митинге и просить на кусок хлеба, так получается. Почему правительство нормально не работает? Это их проблема, это не наша проблема. Если они не справляются, просто уходят тогда». «Какая сейчас средняя зарплата у учителей?» «50 тысяч деньги средняя зарплата. А извините меня, это же работа, на 50 тысяч пахать и пахать». Ходить на акции протестов, чтобы достучаться до оглохшей власти Елена Ахметова, будет и дальше. Удивляет ее лишь молчаливость коллег. В школах коррупция, департамент образования учителей ни во что не ставит, но все боятся об этом говорить. «Били и сажали нашу молодежь. Ведь это же чьи-то выпускники. Почему учителя никак не комментируют эту ситуацию? Ведь они должны были выйти и сказать, вы же бьете наших детей. Почему они остаются в стороне этой проблемы, я не могу понять. Мне, как учителю, это больно было видеть, что творили с нашей молодежью». Ремонт колес обошелся Елене в 50 долларов. Это пятая часть скромной зарплаты учителя. При том, что нужно содержать еще и двоих детей. Сегодня она узнала, что ее разыскивают полицейские и департамент образования. В конце года заканчивается контракт со школой. И вряд ли его продлят. «Конечно, это моя страна. И я считаю, что именно настоящий патриотизм – это говорить правду. Это и есть патриотизм. А лживые хвальбы, несоответствующие действительно – это лжепатриотизм». Проколотые шины не смогут заставить замолчать, говорит Елена Ахметова. Она пойдет на следующий митинг и вновь будет говорить за себя и за того парня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...